добрый день уважаемые коллеги как меня слышно видно поставьте пожалуйста плюсики или зажгите огоньки огоньки пошли плюсики пошли значит все замечательно сегодня у нас с вами заключительно финальной встречи по моему третьему модулю посвященному работе со звуком сегодня мы с вами кратенько подведем итоги если у кого-то возникнут какие-то вопросы или они уже возникли то постараюсь на них максимально четко максимально внятно ответить для того чтобы это было все еще больше и лучше но следует отметить что просмотрев все выполненные домашние задания хочу отметить что все огромные огромные молодцы идем верным путем у всех все получилось огромное спасибо всем кто принял участие в этом мне кажется большинство даже второе задание со звездочкой выполнили и выполнили его успешно тем самым свои профессиональные навыки подняли развили и надеюсь что будете это применять в жизни вероятнее всего конечно через какой-то промежуток времени это уже будет менее захватывающие менее интересно так как это войдет в нашу обыденную жизнь а на сегодняшний момент но согласитесь что это действительно необычно и круто что мы забиваем даже примитивный промт даже это пром там не назвать мы два слова вписали а нам на него дается прекрасный результат это здорово и так есть ли у кого какие вопросы по выполненным заданиям по пройденным темам если есть давайте сразу если они возникнут в процессе да такой вопрос можно ли сделать условное изображение человека или даже свое изображение закинуть тексты лекции заставить это изображение прочитать как будто конечно можно и это как раз будет тема следующих вебинаров которые завтрашнего дня вам вновь вернется анастасия и замечательные темы по созданию видео из фото и еще что-то я смотрел по программе то есть вероятнее всего вы научитесь со всем этим делать замечательные вещи и подменять себя на себя виртуального для того чтобы можно было доносить какую-то информацию не всегда присутствуя в кадре что естественно тоже очень здорово даже ведь не обязательно чтобы это был реалистичный и чистый голос именно ваш это может быть озвучено сторонним диктором но важно ваше присутствие для того чтобы вызывать какое-то доверие а как бы свой голос генерировать а на это существуют другие сервисы они у нас программу нибудь не входят вот есть иные сервисы которые позволяют проговорить туда какие-то определенные базовые ключевые фразы чтобы нейросеть могла идентифицировать именно ваш тембр характерные ваши интонации и соответственно из этого будет уже что-то делать но скажем так что на сегодняшний момент это пока достаточно в таком неразвитом не сказать что в зачаточном состоянии но не особо развита что вот прям вот 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 я вот весь вот такой вот жизнерадостный буду точно также вещать это все равно будет некая синтетика я думаю должно пройти какое-то скорее всего небольшое время для того чтобы нейросетка обучилась и будет уже делать это на высшем уровне это будет высший пилотаж вероятнее всего мы с ближайшем времени каждый из нас заменит себя в определенных сферах на какого-то бота который будет отвечать на базовые вопросы естественно пока во многих вещах он нас не заменит но на какие-то базовые вещи он будет отвечать возможно даже скоро будем с вами общаться письмами не в текстовом пример привычном нам варианте который на сегодняшний момент уже нейросети умеют генерировать отвечать на письма страждущих а будет именно видео общение наших чат-ботов ну конечно тут по первости есть опасения все ли то он скажет за слова то отвечать приходится нам человеком что он там на было больно что он там на обещает вот а то так хуже еще и наругает кого-нибудь пока непонятно но надеемся что технологии не все-таки вот не стоят на месте они развиваются прошлый раз я вам обещал показать коротенький видео фрагмент который демонстрирует как фоновая музыка и слова который является фоновым сопровождением видеоряда может влиять на тот посыл на тот мессендж который соответственно мы пытаемся донести до нашей аудитории до нашей целевой аудитории неважно в какой сфере это относится прошлые лекции у нас прошла в таком условно жестком тайминге мы уже не успевали поэтому решил вот ее на сегодня перенести сейчас мы с вами посмотрим коротенький видеоролик вот напомню что к данному курсу он не имеет никакого отношения он у меня тут совершенно из других вебинаров мастер-классов по созданию фейков точнее даже не по созданию фейков мы не учим создавать фейки мы учим разбираться в фейках и не всегда доверять своим глазам и своим ушам вот то есть слоган того мастер-класса не верьте глазам своим они способны вам врать то что нам кажется что мы увидели то и правда на самом деле это нет и вот как раз один из вот таких вот примеров как музыкальное звуковое сопровождение и закадровый голос могут поменять кардинально вот диаметрально противоположно могут поменять ту идею тот идеологический посыл который изначально был вкратце ну там все будет это показано и подписано и рассказано кстати это все сделано посредством нейросетей все полностью поэтому смотрите как они умеют это делать история такая в 60-е годы в ссср был документальный фильм по тем временам конечно замечательный он и сейчас замечательный я преклоняюсь перед авторами как они это могли сделать какие слова умеют туда заложить какую вот идею если кто помнит то были гонения на джаз и рок-н-ролл это считалось музыкой толстых музыкой буржуев и соответственно это было по мнению большинства идеологов вредоносным для советского потребителя для советского человека прогрессивно настроенного и идущего вперед вот не могу сказать что это правильно неправильно не смею судить всего времени есть свои определенные тенденции так вот был снят фильм он назывался по моему тени на асфальте или что-то такое который как раз вот как это правильно сказать отвергал вот этот буржуйскую идеологию и доносил то что спекулянты и форцовщики это плохо это у нас сейчас называется коммерцией на тот момент это было пороком огромной проблемой и в том числе соответственно проблема вот джаза рок-н-ролла музыка на костях если помните это вот на рентгеновских снимках по фильму стиляги если кто-то смотрел даже там это было показано как вот что так вот этот фильм рассказывал о том как это плохо я взял фрагмент этого фильма этого замечательного фильма и посредством искусственного интеллекта поменял в нем текст задав примитивный промт и измени текст с минуса на плюс то есть если там это все у нас ругалась то сделай так чтобы это хвалилось и вот озвучил посредством по моему роби вокса или там чего-то слегка подкрутил голос положил чуть-чуть другую музычку и получилось то что получилось вот сейчас мы с вами посмотрим этот фрагмент то есть он состоит из двух частей в одной он того времени и как бы его назовем ругательный другой это вот на сегодняшний момент который так сказать хвалебный хвалительный вот и вот картинка не меняется совершенно как картинка была картинка сохраняется меняем только фоновое сопровождение из тревожной музыки в бодренькую и текст с одних слов но другие слова давайте вместе посмотрим и вот я думаю это будет полезно лучше один раз увидеть да и отложить для себя когда вы будете следующий раз делать свои собственные аудио визуальные проекты презентации всегда вспоминайте что посредством музыки и слова которые вы закладываете можете полностью диаметрально противоположно поменять картинку а соответственно тот посыл который вы пытаетесь донести до вашей аудитории и так внимание на экран идеологии пропаганда имеют мощное влияние на общество и массы они оказывают сильнейшее воздействие на людей через использование эмоциональных аргументов символов и образов рассмотрим на простом примере как музыка и слова способны кардинально поменять идеологический посыл в начале будет продемонстрирован короткий фрагмент старого советского фильма о вреде джаза и рок-н-ролла в ссср а затем заменено фоновое сопровождение без изменения существующей картинки а если в этот задорный хор вырывается вдруг звук похожий на скрип тормозов тоже именуемый музыка мы настораживаемся оказывается эти юнцы променявшие школы на подворотне гума здесь торгуют товаром собственного производства как строты на рентгеновских снимках запечатлевших на этот раз немудреную анатомию духовного убожества слушай жена горкун каким же ты видишь мир сквозь узкую прорезь рентгеновского рок-н-ролла это тесный и маленький мир теней воровато озирающихся на людей теней с кличкой фарцовщики торгующих поношенным барахлом с иностранными ярлыками теней даже если у них есть имена как у геннадия баранова а ты гена думаешь что это и есть советскому человеку в 60-е годы был недоступен виртуозный джаз и зажигательный рок-н-ролл в эпоху жестких культурных ограничений бытовало мнение что данная музыка не является нужной гражданам ссср тем не менее это не могло остановить энтузиастов они использовали имеющиеся ресурсы и смекалку чтобы делиться любимыми композициями одним из таких способов было использование рентгеновских снимков в качестве материала для тиражирования музыкальных произведений необычный но довольно эффективный вариант распространения музыки стал поистине историческим сегодня мы можем свободно наслаждаться разнообразием музыкальных жанров но важно помнить и ценить тех кто отважно боролся за свободу выражения эти преданные своим убеждением люди стали частью истории и культурного наследия вдохновляя нас и напоминая о силе музыки в ее способности преодолевать границы соединяя мир в единую огромную семью я сейчас не живу я только жду сейчас жду а чего собственно ты ждешь ты ждешь чтоб без тебя встали гидростанции и заколосилась пустыня без тебя но ведь когда твои сверстники совершат это чудо тебе не будет места среди них наш большой мир это жизнь туда приходит человек чтобы на склоне лет знать я сделал все для людей потому мир существует и пусть на наши тротуары ложатся только узорные тени листвы не закрывающие от нас красоту мира ну вот такой вот небольшой но жизненно утверждающий фрагмент который демонстрирует именно так картинка не поменялась ни на сколько поменялся только голос точнее слова у этого голоса и поменял соответственно фоновое музыкальное сопровождение поэтому помните об этом это очень важно что что вы хотите доложить слушателю зрителю как раз связано именно с фоновой музыкой когда будете генерировать музыку в какой-нибудь сервисе обращайте на это внимание с каким настроением какая итоговый какой идеальный конечный результат после просмотра этого должен быть достигнут перед вашей целевой аудитории тогда все будет замечательно все будет правильно так сейчас переключу это называется не верь глазам своим да это точно что не стоит верить ни ушам ни глазам они способны нам врать как бы это не было чем бы мы не любили хоть глазами хоть ушами а все нас обманывает а мы и сами обманываться рады вот это была такая вступительная часть именно для того чтобы вам дать такое вот целенаправленное наставление как правильно это все генерировать генерировать как с этим работать буквально меняем музыку и восприятие у нас другое меняем текст несколько слов даже несколько слов в тексте вектор нашего посыла он полностью изменяется вот на этом и устроена как раз вся вот идеология пропаганда и манипуляция общественным сознанием это как раз у меня вот поэтому был и посвящен этому курс он не про сегодня не про здесь здесь мы просто вот рассматриваем как пример у меня огромная просьба ко всем материалов и работ в наш телеграм-канал в тему номер три практикум пришло настолько огромное количество вот переслушал честно говорю переслушал все улыбался временами даже как это на молодежном сленге сленге ржал в голос вот особенно понравилось запомнилось как собаку попугаем пугать это вообще что-то такое уникальное замечательное словосочетание восторженно это все воспринималось вот работ выложено очень много молодцы что откликнулись на создание обложки для диска к сожалению последнее время даже диск пихнуть некуда мы перешли в режим флешек а то и онлайн прослушивания но в любом случае у меня уже даже мысль возникла все таки может быть нужно нарезать такой диск запихнуть в такую обложку и поставить на полку для того чтобы он был вот наш первый курс по созданию музыки возможно через несколько лет мы будем вместе смеяться и улыбаться тому качеству которое было на сегодняшний момент через год наверное все это будет гораздо интереснее и меньше ошибок будет выдавать и более четко промты будет понимать но в любом случае то что даже уже на сегодняшний момент умеет нейросеть это здорово мы слышали и поздравительную песню мы уже даже слышали песню посвященную учителям что тоже здорово да если на нее вот там одна из первых по моему работ это была выполнена но ведь правда здорово как отдельное произведение это конечно ну слабое куда его в радио не засунешь но если на этот трек собрать какой-нибудь видеоряд или даже элементарный слайд-шоу он зайдет в принципе наверное любой аудитории которая непосредственно связана с этим поэтому на какой-нибудь выпускной на какой-нибудь последний звонок очень даже будет востребовано и думаю что даже кто-нибудь пустит скупую выпускную слезу и все это без знания нот без умения работы с какими-то там музыкальными специализированными ресурсами и не имея ничего кроме определенного вот алгоритма и определенной программы это здорово так вот у меня есть просьба огромная просьба ко всем вот напишите пожалуйста вот в этом третьем пункте где практику мы полностью фамилии имя отчество и отметьте задание какие выполнены один и все там или один плюс два чтобы понимать потому что у многих идут имена в телеграме подписаны просто ольга или что-то такое вот мне же необходимо теперь вам проставить отметки замечательные вот отличные отметки все справились на отлично и для того чтобы упростить мне жизнь чтобы мне для этого не привлекать и и нейросеть чтобы он идентифицировал всех наших слушателей пожалуйста вот просто пропишите что такое-то там задание первое задание второе такое-то задание того поверим всем на слово просматривать все это дело не буду все огромные молодцы повторюсь очень порадовало очень порадовало разнообразие и тематик и очень порадовало разнообразие музыкальных жанров мы прослушали прослушали все начиная наверное от рэпа и до оперы вот это здорово это здорово это говорит о том что нейросеть она не ограничена чем-то одним она широкомасштабна и это хорошо поэтому еще раз повторюсь вот в третьем пункте практикум каждый пожалуйста пишите полностью фамилии имя отчество и задание которое дублировать их не нужно просто что выполнил задание один и задание два второе оно было как мы помним необязательное но в любом случае это будет учтено вот это как обещал плюс 100 к карме вот поэтому молодцы если кто-то вот сразу не выполняет это задание то по практике могу сказать что оно забывается а здесь сделали поняли что такое плюс внутренний дух поднялся не думаю что с первого раза все сделали скорее всего посидели поколдовали ведь оно дальше заводит чем больше начинаешь видеть отдачу результат тем больше хочется добиться этого результата чтобы он был более положительный вот что еще бы вам хотелось сказать вопросы если у кого то есть может быть по этим сервисам что с ними еще можно сделать вот я вам кстати не показывал как можно делать вот эти вот самые видосики караоке где текст будет бежать который забили многие сами это сделали огромные молодцы там кнопочка одна и та же кстати во всех этих ресурсах вот в том же суна если обратили внимание есть кнопка как только вы сгенерировали трек там есть кнопка сделать микс ремикс если нажать на нее то можно задать какие-то необходимые изменения или нововведения что вы хотите к ней добавить и она перегенерирует на основе того уже трека который он вам скомпилировал чуть ранее иными словами она не сразу вернее не заново ее переработает она переработает уже готовую модель которая у вас была если она вам понравилась но вы хотите в ней что-то изменить то программа это позволяет сделать вот и так есть ли у вас какие-то вопросы повторю свой вопрос есть ли у вас какие-то вопросы готов на них отвечать по любому из этих сервисов которые мы с вами проходили также возможно может быть и просто у кого-то какие-то вопросы накопились касаемые нейросетей из других направлений активней активней жду ваших вопросов будем их разбирать будем на них отвечать хочется быть максимально полезным как наложить две музыки мне пришлось накладывать в другом редакторе кнопка инструментал так кнопка инструментал кнопка инструмент ну давайте вот сейчас сначала и не отвечу тут короче вопрос кнопка инструментал если вы нажимаете кнопку инструментал то вы получаете просто инструментальную музыку вы не получаете голоса петь там никто не будет это будет просто какая-то инструментовка иными словами если вам нужен музыкальный трек без слов хоть на подложку вам в подкаст, видеоролик, или вы хотите под него потом впоследствии уже там самостоятельно напеть, то, соответственно, вот этот вариант ваш инструментал. Так, как наложить две музыки? Мне пришлось накладывать в другом редакторе. А что значит две музыки? Вы хотите две музыки наложить одна на другую, или чтобы фрагмент одной, потом фрагмент другой, потом опять фрагмент той, и так вот далее в один таймлайн. Вот уточните, пожалуйста, я вам это расскажу. Можно из видео достать звукоряд. Звукоряд, конечно, из видео можно достать очень легко, а потом обработать полученное аудио в ИИ. Конечно, можно. Причем это можно даже сделать не обязательно при помощи ИИ. Есть масса сервисов, просто поисковик забейте, как извлечь, как скачать звук с YouTube. Вот, есть масса сервисов. Один из них, по-моему, там что-то, Save 220 как-то называется. Иногда приходится пользоваться. Вы туда просто ссылку своего видео закладываете, и он вас спрашивает, вам видео скачать или только звук. Если только звук, выберите звук, он мгновенно вам его скачает, а дальше делайте с ним, что хотите. Кстати, если не пользовались, многие даже знать не знают, то на YouTube давно уже появилась функция перевода. То есть, просматривая импортные ролики на импортном языке, вы можете сверху нажать кнопочку, если вы пользуетесь Яндекс.Браузером, сверху нажать кнопочку «Перевести», и будете все ролики смотреть исключительно на русском, с дубляжом. Если кто не пользовался, рекомендую. Также есть функция «Пересказать». Если перед вами часовой ролик, а вам смотреть совершенно некуда, нажимаете на кнопочку «Пересказать», и вам в текстовом варианте, даже с головым озвучанием, выводится то, о чем этот ролик вещает в течение целого часа. Сколько не переводил, практически всегда это делается корректно. Ну, иногда бывают какие-то там фрагменты такие смешные, но вполне себе сносно, вполне корректно. Если нужно мгновенно изучить материал, это все помогает. Так, Суна не слушается насчет голоса. Я пробовала, просила мужской бас, а она мне тенор-блюз поставила, неправильно пишу. Так, есть такой момент, причем у Суны даже есть еще. Вы можете попробовать написать ей промпт на английском языке. Но в этом случае обязательно в этот промпт включайте, что песня должна быть на русском. Потому что если вы промпт напишите на английском, она вам на английском и споет. Но у Суны, у нее действительно есть вот много таких вот заморочек. Все-таки повторюсь, что это хоть и не в зачаточном состоянии, но еще в неразвитом. Несколько месяцев назад программа гораздо отвратительнее работала. И русский язык коверкал. Это было невыносимо. Я ей не пользовался несколько, я не знаю, может быть полгода. Как-то открыл, побаловался, не понравилось. Коверкает, дельного нет ничего. И вот при подготовке уже непосредственно вот к нашему с вами курсу, она у нас в программу была вставлена, я еще так поморщился, думаю, ну Суна, ну вот. Юди вот вроде даже вот как-то вот оно корявенькое, но оно чище это делает. Пусть короче, но чище, разовьется, пока она в бета-версии. А потом сунулся в Суну, она уже научилась. И это прошло буквально, может быть, несколько месяцев, меньше полугода. Поэтому, скорее всего, через полгода она даже на русском будет без оцентов петь. И текст это писать она будет лучше. Потому что вот два месяца, наверное, там три месяца назад, то, что она писала на русском, это вообще был полный вот бред, я не знаю, там сумасшедшего. Там рифмовались нерифмуемые вещи, а рифма вообще отсутствовала. То есть ее не было. Вот как у Владимира Вишневского. О, как рифмуется легко колбаса и молоко. Вот здесь примерно так же. Вот что-то вот такое вообще непонятно. Не то, что там собаку попугаем пугать. Что-то вообще такое неразумное. Но все развивается, все идет вот семимильными шагами. И очень надеемся, что в ближайшее время все будет гораздо и гораздо лучше. Так, если создаем музыкальный трек, чтобы использовать его в видеоролике, то нужно ли каким-то образом указывать, что трек был создан с использованием ИИ? Да если укажете, то ведь хуже-то от этого не будет. Вы всегда можете указать, что музыкальный трек создан в такой-то программе. Дать ссылку на эту программу. Ведь, по большому счету, задача наша на сегодняшний момент популяризировать использование этих ресурсов. Поэтому почему бы нет? Мы же не собираемся это держать в тайне, что вот мы обладаем какими-то сакральными знаниями, а больше никто не смеет и к этому прикасаться. На сегодняшний момент это все развивается. Поэтому если дадите ссылку, это будет хорошо. Ведь не исключено, что в ближайшее время появятся какие-нибудь алгоритмы. Вот если вы того же Мюберта видели, да, что они рекомендуют ссылочку прикреплять. Ведь мы же не знаем, что они там в цифровом варианте. Может, они туда какой-нибудь кодик поставят. Мы-то ушами этого не слышим, а тот же YouTube его распознает, что это вот создано при помощи Мюберта. Не дали мы ссылку на него, возьмут, заблочат. Кто вот его знает, как оно. Если бы, конечно, использовать будем вне сети, то никто этого не поймет и никто не узнает. А так, в принципе, конечно, корректно. Ведь кто-то эту программу написал. Один из прошлых вебинаров Анастасия вам приводила и прекрасно рассказывала об авторских правах, о том, как это все устроено, что принадлежит нам, что принадлежит разработчикам программы, что принадлежит самому и-и. Поэтому лучше, конечно, указывать, наверное, что это сгенерировано посредством вот такой-то программы. Тогда вопросов к вам не будет никаких совершенно. Вы автор, а программа вам в помощь. Все по-честному. Разработчики красавцы. Так, работала в СУНО. Нет голоса MP3 и музыка MP3. Не совсем понял. То есть два MP3 файла. А СУНО не выводит так, что два MP3 файла. СУНО выводит полный микс. Если вам нужно этот микс разобрать на файлы, то вам нужно воспользоваться одним из тех сервисов, которые мы с вами до этого рассматривали. Рассматривали уже готовый этот трек закинуть туда и разобрать его по файлам для того, чтобы можно было с ним как-то дальше взаимодействовать, как-то с ним работать. СУНО она делает готовую песню. Вот. От начала до конца. Вот вам вся драматургия. Знаете, вот как она есть. Она не предназначена для того, чтобы мы вносили изменения. Поэтому скачиваете, а дальше можете ее поделить в другом сервисе уже на дорожке и с этими дорожками как-то тут работать. Так, а почему в Моберт постоянно через несколько секунд звучит реклама? Это сделано только при прослушивании на сайте. Когда вы скачиваете этот трек, он не звучит. Это они у себя вот почему-то вот они сделали вот такую вот фишку, что аж раздражает, это действительно раздражает. Вот. И даже кажется, что это какой-то вот аудио, как вот водяной знак, вот, который идентифицирует их ресурс. А когда вы скачиваете, он тогда не прослушивается, его нет. Но опять же, это не говорит о том, что его нет. Это мы его не слышим ушами, а YouTube-то может и слышит, что там чего-то есть. Так, пользуясь случаем, если это актуально, скину ссылку про упоминание ИИ в текстовых работах. Вот здесь начинается фрагмент, с которым Ирина Борисовна Стрелкова рассказывает, как оформлять ссылку на использование сервисов. Прекрасно. Спасибо вам большое. Всем нашим слушателям это будет полезно, максимально информативно. И если уж мы начинаем активно применять ИИ, то нам важно знать и понимать, как все-таки действительно правильно оформлять авторство для того, чтобы к нам не было каких-то претензий, ведь их сегодня не будет. А через полгода, может быть, они и появятся. Мы сейчас напилим огромное количество контента, все это запустим, и потом нам скажут, дорогой товарищ, а вы по какому праву не указали авторов и ресурс, на котором вы это генерировали? Ведь логично. Так, что-то я тут сейчас посмотрю, еще что-то я тут не пропустил. Так, Сун не слушается насчет, работал Сун. Можно ли достать видео? Звукоряд ответил. Так, где-то есть голоса известных певцов в Кабзон или там каких-то оперных? Есть сервисы. Вот, честно скажу, не пользовался никогда. Видел обзоры в интернете. Если вам будет интересно, то, в принципе, можете посмотреть. Видел генерацию песен в стиле и гражданской обороны Егора Летова, и Юрия Шутунова Ласкова Умая. Как это добивается? То ли подкладывают голос, нейросетка анализирует и озвучивает, адаптирует его под него. То ли просто миксуется вот он таким образом. Иногда в Суна, кстати, бывает так, что бам, слушаешь, а песня-то как будто Кабзоном спета. Вот, но не знаю, это под него или с него, как тут сделано. Это нигде не помечено. А так вообще есть отдельные ресурсы, которые позволяют подменять голоса. Вот, не знаю, насколько они сложны в обучении, но в большинстве своем это платные сервисы. Вот те лучшие бесплатные сервисы, которые существуют, мы с вами их все прошли, мы их посмотрели. Все остальное требует денег даже на начальных генерациях. Или есть такая возможность, что мы что-то делаем, нам сразу на нее ватермарка приклеивается, и с ней сделать ничего невозможно. Поэтому то лучшее, что на сегодняшний момент есть по работе со звуком бесплатное или условно бесплатное, мы с вами это все просмотрели. А так масса других сервисов существует, в которых можно делать, наверное, даже что-нибудь им более лучше. Но Суна вот является, считается, по крайней мере, одним из самых передовых. И вот Юдио, она появилась буквально недавно, как на прошлом вебинаре я говорил, что ее называют убийцей Суны. Ну, сомнительно, ведь развивается одна, развивается другая. Хотя, кто его знает, может быть, действительно, она ее в разы переплюнет, и будем пользоваться уже Юдио. Дай бог, чтобы это было еще за минимальный бюджет, а не за какие-то космические деньги. Так, 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 эти вопросы все пробежали, ничего вроде не пропустил. Если есть еще какие-то вопросы, давайте, 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 у нас время есть. Есть ли такие сервисы, в которых можно вставлять свою партитуру? Сочинил мужику, чтобы сыграла нейросеть. Тут все гораздо проще. Если у вас есть партитура, то вам нейросеть-то не нужна. Существует огромное количество профессиональных музыкальных редакторов, которым пользуются композиторы, которым пользуются дирижеры, военные музыканты. Если у вас есть партитура, вы ей скармливаете эту партитуру, и она вам озвучивает это полностью в оркестровке. Причем, насколько я знаю, программу точно не помню, как это называется, у меня товарищ, военный дирижер, он как раз этим всем пользовался много-много лет назад, больше десяти, наверное, лет назад это все уже было. Вот там нейросети-то, в общем-то, и не нужны. Если есть партитура, тут все очевидно, нейросеть, она ничего не сделает. Вплоть даже до того, что так, можно, наоборот, скормить музыку и получить партитуру. Да, с этим тоже сталкивался, никогда этим не занимался, но знаю, что это, в принципе, возможно. Насколько она будет правильная, не знаю. Вот, знаю другое, что стоит дать не полную раскладку партитуры, не полную оркестровку, а только какое-то базовое значение, и, вписав те или иные инструменты, она может дать уже расписать сама полностью оркестровку. Это вот вам, пожалуйста, под волторну, это вам там под тромбончик, это там под сюзофон, под тубу, это вам для барабана и даже для треугольника. Вот, вот вам нота, вот вам ля. Такое существует, вот не пользуюсь, просто в моей жизнедеятельности это не, нет необходимости в этом. А так, оно существует, видел, знаю, что оно есть, никогда в этом не разбирался. Но если захотите, вы сможете это найти. Это все существует. Поисковик всегда поможет. Даже как вот в одной из программ, я вам в прошлый раз показывал, это, по-моему, была Ava, что мы закидываем... А, нет, не Ava, наверное, как раз что-то у нас было, не помню, а, или Ava. Ну, в общем, какая-то там из программулин была, где мы подкидываем музыку, она нам ее раскладывает... Вот, а, BandLab, наверное, это был, а он раскладывает нам даже всю гармоническую сетку, в принципе. Вот вам тут Си-бемоль, а вот тут вот по мажору. В любом случае уже, если у нас есть подобная сетка, с нее уже проще тут что-то сделать, а мелодику он, видите, там раскидывает. Кстати, вот в какой-то программе, по-моему, BandLab, когда мы раскидываем, или Fader, если обратите внимание, когда он раскидывает вот по этим дорожкам, мы можем эти дорожки вывести не просто звуковыми файлами, мы можем их вывести MIDI-файлами. А MIDI-файл это то, что впоследствии в другом редакторе можно поменять на совершенно другой инструмент. Если, например, даже было сыграно гитара, и мы забираем его как MIDI-файл, а потом подкладываем классический рояль, он будет звучать на рояле. То есть это все есть, просто это настолько углубленно, что это интересно только единицам, которые здесь присутствуют, вот такой вот вопрос, а массам-то это интересно, поэтому этот курс не включено, не включено, не включено. Вот, а так это все существует уже давным-давно, поэтому пользуйтесь на доброе здоровье, и все найдете, все во всем разберетесь. Обучающих материалов в интернете очень-очень много. Так, есть ли еще какие-нибудь вопросы, предложения, пожелания? Все-таки у нас сегодня с вами завершающая встреча. Уж не знаю, встретимся мы с вами повторно на этом курсе или на каком-нибудь другом. В любом случае, с вами было весело, с вами было хорошо. Вот замечательная группа, отзывчивая, креативная, исполнительная, и это очень здорово. Вопросов, я так понимаю, больше нет, поэтому повторюсь, тогда не будем затягивать время. В принципе, у нас сегодняшнее занятие отведено, было практической работе, а мы с вами, как огромные молодцы, эту практическую работу уже выполнили заранее, поэтому сегодня у нас только вот такое подведение итогов. А итоги у нас у всех замечательные. Вот, всем по пятерочке, все большие молодцы. И вот напишите, пожалуйста, все-таки повторюсь еще раз, может быть, кто-то у нас не подошел. В третьем пункте, где практикум, фамилия, имя, отчество и задание, как и выполнено 1, плюс 2, или просто 1, или просто 2, как там будет, чтобы мне было проще ориентироваться и передать нашим руководителям, чтобы мы могли таблицу успеваемости, внести эти данные, чтобы никто не был забыт, а то там столько всего, что, я боюсь, запутаемся. Вот, собственно, если вопросов нет, тогда будем с вами медленно, но верно, прощаться. На сегодняшний день, завтра к вам подключится Анастасия и продолжит свою часть. По-моему, там будет создание видео, что будет очень-очень интересно. Преподает она здорово, знаний у нее огромное количество, поэтому очень, думаю, вам повезло, что вам попал такой замечательный преподаватель. Вот, со своей стороны, еще раз хочу поблагодарить всех и каждого в отдельности за проделанную работу. Было здорово. До новых волнующих встреч. Так что будут подобные курсы. Следите, принимайте участие. Плохому не научим, научим только хорошему. Так что всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...